Юристы, экономисты, заводчане и спортивные тренеры. В Запорожье за 35 километров от позиции армии РФ простые горожане учатся стрелять из боевого оружия. Готовятся обороняться, а некоторые самостоятельно организовывают себе подготовку на стрельбищах перед тем, как вступить в ряды ВСУ. Гражданские проходят курс стрелецкой подготовки под руководством профессиональных инструкторов. Может ли усилить такая подготовка гражданских силу сопротивления против захватчиков? Разбираемся в этом видео. Первый урок для новобранцев, жителей города, которые впервые взяли в руки оружие, проводит инструктор с позывным балу. Есть пять правил поводения с оружием. С оружием поводимся завжди так, как будто она заряжена. На полигоне среди учеников мужчины и женщины. Юрист Андрей никогда не держал в руках огнестрельное оружие. До войны жил мирной жизнью, как и тысячи украинцев. Говорит, принял решение обучиться стрельбе, поскольку готовится к мобилизации. Война длится и будет еще долго, поэтому мы готовимся. Готуемся к мобилизации, готовимся к встрече врага, если нужно будет. Пока мы тут, а если нужно будет, идем на фронт. Я думаю, что, как сказал КВБ, готовиться нужно всем и шукать способы и средства. Нас сюда никто не направил, мы сами это знали и сами сюда не пришли. В группе с Андреем Катерина. Она тренер по тайскому боксу. Пришла на полигон уже в третий раз. Говорит, с каждым занятием ловкости в обращении с оружием прибавляется. Чем больше занимаюсь, тем больше я дознаюсь чего-то нового, тем больше мне легче становится дальше. То есть я не отвлекаюсь уже на какие-то там базовые вещи. Но так, в школе ничего не могу. В школе там. Основной контингент на этом полигоне военные, бойцы нацгвардии, спецподразделений и полицейские. Но в последние месяцы, говорят инструкторы, гражданских все больше. Полигон работает в Запорожье уже восемь лет. Но с самого начала полномасштабного вторжения, желающих научиться управляться с оружием, становится больше. Возьми за рукоять. А левой рукой тебя, видишь, крючок специально. За него убери. Вот, можно туда двигаться. Отпускать и подтягивать. За период широкомасштабной войны в украинском обществе все чаще начал возникать вопрос приобретения оружия для защиты своей жизни и здоровья, имущества и своих близких. Мы не знаем, что будет завтра. Потому что, если помним, мы этот начат войны, выдали в Запорожье оружие, и они взяли люди цивильные в руки, не знали, что с ними делать. Но такая проблема была не только среди цивильных, но и среди военных. Потому что было много добровольцев, которые вступали до ЛАЗ-СУ. И если из 100 человек хотя бы 30% умели владеть, то 70% не умели владеть. Прошлый год стал рекордным по количеству купленного населением огнестрельного оружия. В течение 2022-го украинцы получили 128 804 разрешения на приобретение охотничьего, однорезного, комбинированного и гладкоствольного оружия. К концу июня на руках у украинцев было 1 миллион 11 тысяч 609 единиц собственного огнестрельного оружия. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях, делитесь этим видео с друзьями и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram каналы.